Православная церковь всегда играла важную роль в жизни каждого русского человека и всего государства. С древнейших времен и по сей день церковь выполняет свою главную задачу. В ней объединяются люди единой веры, веры в Христа. Именно в церкви верующие находят душевный покой, поэтому внутреннее благоустройство храма имеет большое значение. О том, как происходит обустройство храма иконы Божьей Матери Умиления, рассказал настоятель храма священник Андрей Малошенко. Сейчас на территории церкви активно строится детская площадка. Детскую площадку, это сооружение такое небыстрое, потому что если быстро, то очень дорого. Площадка детская под ключ стоит 250-400 тысяч рублей, в зависимости от качества. Поэтому, конечно, это очень для нас немало. Мы стараемся своими силами. Обращались за помощью в администрацию, но не получилось оказать помощь. Ну вот, сами пытаемся что-то, думаю, успеем сделать даже к августу месяцу еще. Полным ходом идет обустройство подъездной дороги к храму. Мы отсыпали три огромных самосвала, привезли щебню. Наши благотворители помогли, разровняли. Насчет асфальта, конечно, еще рановато, потому что еще стройки ведутся. Поэтому асфальт тяжелой техникой обычно ломает. Поэтому нецелесообразно его сейчас укладывать. Может, как-то попозже немножко сделаем. К слову о тех, кто безвозмездно помогает благоустройству церкви. Настоятель храма отец Андрей выразил благодарность благотворителям. Дорогу нам помогали делать Попов Игорь Николаевич, предприниматель, Друмлевич Григорий Самекович, также Узунов Олег Константинович, по-моему, да. Кто щебень пожертвовал, кто техник, кто нагрузил, помог экскаватор, кто привез. Так что, слава Богу, благотворители есть. В храме во имя иконы Божьей Матери Умиления ведет работу воскресная школа. Сейчас у воскресной школы детские каникулы летние, а начнет она работу свою, как обычно, по традиции, в конце сентября. Да, последнее воскресенье сентября начнет работа воскресная детская школа. Ну и мы планируем, что начнет свою работу уже в новом здании, вот где мы сейчас стоим, возле которого. То есть мы планируем его, отделясь на работу, завершить до конца сентября, осветить нашу школу. Тим пригласить нашего архиерея, архиерея, владыку Мефодия, чтобы вот с нами, к нам приехал, помолился, осветить школу, ну и уже начать занятия в новопостроенной, в новосвященной школе. Такие планы у нас есть. Занятия у нас все бесплатные, то есть педагоги наши трудятся благотворительно, ну, конечно, иногда оказываем материальную помощь по необходимости, но педагоги у нас зарплату не получают, вот причем большинство из них по убеждению не получают, именно как бы что хотят внести свой вклад вот в наше общее дело просвещение. Обязательным атрибутом церкви является свечная лавка, где прихожане могут приобрести свечи, иконы и богослужебную литературу. Лавка, необходимость, самое первое, значит, мы требуем молебны, заказные в алтарь, ну, естественно, свечи, и в основном покупают, свечи покупают, меньше книги, меньше иконы в последнее время, а раньше, вот как-то, может, народ, способность вела у народа побольше в смысле материальная. Покупали очень хорошо иконы, дорогие иконы покупали, книги покупали. Сейчас как-то вот на книги мало внимания обращают, а в основном, видимо, люди, может, и у всяких, как сказать. Ну, сейчас интернет очень развит, вот это вот, как бы, именно такая вот форма познания, значит, не книжная, да, компьютерная такая, поэтому вот большинство людей информацию сейчас, конечно же, вот берут именно вот через интернет, общаясь вот таким образом, да, а на книге уже, даже, может быть, кто-то и хотел бы, может быть, книги почитать, ну, так вот, по старой памяти доброй, но уже, наверное, времени нет на книге, да, потому что не хватает, наверное, времени. То есть, общение с книгой, я, вот, на мой взгляд, это сейчас, ну, такой подарок самому себе, когда, как бы, такое удовольствие посидеть книжкой, вот, и почитать что-то, вот, но все меньше времени, к сожалению, ну, такие подарки бывают у людей современных, да. Компьютером сейчас под рукой у всех набрал, посмотрел, что там, вся информация под рукой, не надо долго искать ничего, все, как бы, удобно, доступно, да, и быстро. А книгу надо пойти в библиотеку, там, ее искать, найти, там, что-то, а тот раз набрал, все, тебе ответ дам, да, такая вот действительность, поэтому, но все равно книжки мы стараемся, вот, предлагать людям, потому что все-таки, я считаю, книга – это очень важное общение, такое вот с книгой и другое восприятие. С появлением интернета люди стали все реже обращаться к книге. Церковь стремится поддержать в людях любовь к чтению. Мы и просто книги отдаем, у нас бывают различные акции, вот, часто, когда мы книги дарим и детям, и взрослым. Есть у нас и библиотечка при храме, вот, можно, и кто желает, и бесплатно ей воспользоваться, почитать что-то. Ну, конечно, не все книги там представлены, вот, ну, многие хорошие книжки есть, самые такие вот популярные, основные. Разная тематика. Допустим, нынче 700 лет Сергею Радонежскому, у нас тоже литература эта есть, и люди интересуются, ведь царские линии. У нас было в библиотеку сколько наименований? Больше 200, по-моему, да? Больше 200 книг мы в библиотеку оформляем. Сейчас наше, ну, как бы новое поступление. Вот. Ну, а так, желающие люди, у многих ведь есть своя какая-то библиотека личная, когда можно было дома, знаете, обратиться, ну, то есть своя книжка собственная, да. Вот поэтому удобно, можно приобрести и пользоваться, кому-то дать почитать тоже свои библиотеки. Лавка, которая работает с 8 и до 20, то есть люди приходят очень часто даже благодаря от нас, потому что какая-то потребность у них есть, кто-то заболел, а еще кто-то поехали в один храм закрыт, во второй храм закрыт. А к нам приходят, ну, поздно, мы иногда, конечно, ропщим, но приходится даже иногда в девятом часу открывать. Лавка, да, и до девяти у нас вечера бывает работа есть. Раньше свечная лавка располагалась внутри самого храма, но была вынесена в отдельное помещение. Ну, дело в том, что когда храм открылся, то не было вот этого здания еще, вот в помине. Мы его только заложили, фундамент, в каком году это было? В 2008, по-моему, в 2008 году, да, заложили фундамент этого здания. А лавку мы открыли в 2010, к Рождеству 2010 года, мы открыли лавку уже, вот эту часть. То есть, школа еще строится, а лавку мы уже открыли. Она отдельно от школы, лавка пристрой. А до этого времени лавка у нас находилась в самом храме. Здесь вот с правой стороны небольшое такое, небольшое пространство мы выделили, сделали стеллажи. Вот, ну, а потому что не было другого, никакого варианта, вот, для нас не было. То есть, вот, конечно, дело в том, что канонами это церковными строго не запрещено. Ну, конечно, в общем-то, ну, как и опыт наш показал, да, что, конечно, суета большая, когда люди здесь в лавке и разговаривают, и что-то покупают, и служба идет, это очень, конечно, тяжело. И для молящихся людей, потому что это все отвлекает, как бы, люди приходят в храм, хотят как-то в тишине постоять, помолиться. А когда тут милочь звенит, и, значит, вот, разговоры не прекращаются постоянно, это очень тяжело, и многих это угнетает людей, не могут молиться, как бы хотелось им молиться. Поэтому вот неудобства такие, конечно, мы, ну, мы их пережили, да, мы, как бы, ну, старались как-то во время службы, допустим, лавку закрывать, чтобы хотя бы на время богослужения не было вот этой вот суеты, там, да, вот этой сумятицы, шума. Вот, ну, не всем это нравилось, вот, опоздавшим особенно. Поэтому, конечно, трудности были. Настоятель отметил, что в век современных технологий люди обращаются к Богу только когда им плохо. К нам приходят люди всякие, есть и люди, которые что-то знают о храме, некоторые совершенно ничего не знают. Их приводят в основном, ну, всякие проблемы, скорби, некоторые иногда радость. Поэтому кто-то благодарит, благодарит Бога за какое-то дело, кто-то, наоборот, сильно болеет, там, или проблемы в семье. Очень много в последнее время проблемных всяких ситуаций, поэтому люди идут в храм. Ну, в основном люди идут в храм ведь именно от скорби, от каких-то вот неудач таких жизненных. Редко ведь кто придет в храм от радости. Ну, есть и такие, но в основном-то, конечно, в несчастье идут в храм. Вот, как народная пословица гласит, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да? То есть, пока что-то не случится, человек в храм не идет как-то сам, вроде бы, справляется, да? Живет себе, сам решает вопросы свои, шитейские. А если что-то случается серьезное, то тогда уже, конечно, и когда, тем более, что и врачи не могут помочь ни чиновники, ни кто, тогда уже вот человек, вроде бы, куда еще идти? Идет в храм Божий, чтобы пообщаться с Богом, помолиться у Бога, попросить помощи. Хотя, в общем-то, с точки зрения христианской, человек, конечно, должен прежде всего сначала идти не к врачам, там, не к чиновникам обращаться за помощью, а именно прежде всего обращаться к Богу, а потом уже к специалистам. Но как бы там ни было, всегда есть те, кто всем сердцем и душой верит и тянется к Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok